Что такое героизм? И есть ли герои сегодня? На эти и другие вопросы пытаются найти ответы участники профаритационной смены «Город мастеров» во Всероссийском детском центре «Смена» на специальном тематическом часе, посвященном героическим поступкам. Великая Отечественная война, авария на Чернобыльской атомной электростанции. В этих разных, на первый взгляд, событиях были свои герои. И все они обычные люди. Героические поступки происходят и сегодня. И проявляются они в честных и бескорыстных делах. Например, когда человек честно выполняет свой профессиональный долг. Как фельдшер Алексей Жеглов из Кемеровской области. Не мчались долго. Ехали на автомобиле сначала по лесной дороге, затем через переправу, потом по дайке, по бездорожью. Наконец всякая возможность проехать была исчерпана. На пути лежали большие трупы. За ними все было размыто. Глина и колья, по которым могли пройти только тяжелые грузовики. Алексей Жеглов принимает решение идти пешком. 15 километров. По грязи, в темноте, к больному пациенту. Мальчишки и девчонки поделились друг с другом рассказами о хороших поступках своих родителей, друзей и знакомых. У моей сестры упала игрушка на рельс, где был поезд на станции. И мужчина туда полез и достал ее. Мероприятия, посвященные героизму, заставляют задуматься о своих поступках, которые мы совершаем ежедневно. Вот такие мероприятия, именно про то, когда нам рассказывают про героев, про героизм, они очень полезны, потому что нам надо знать своих героев, которые вот именно не такие, которые участвуют в военных событиях и помогают спасать родину, например. А которые именно вот здесь, внутри страны, вот обычные дети, которые спасают людей, таких же обычно, как они. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова